Атмосфера праздника, почетные гости и много добрых слов. Коллектив Первой Голицынской школы празднует 75-летие образовательной организации. Поздравить их приехали и депутаты Единороссы. Это такая очень самобытная, очень успешная школа. Здесь много традиций. Я учителям, ученикам, родителям желаю удачи, успеха, чтобы и для них, для всех эта школа была родная, были успехи, были удачи. Я желаю вашей школе процветания. Я желаю вам самых хороших учеников. Я желаю вам самых положительных, добрых родителей. Татьяна Одинцова, ныне председатель окружного совета депутатов, 14 лет посвятила этой школе. На протяжении этого времени она была здесь директором и учителем. Всегда горжусь, что именно здесь я начинала свою такую активную деятельность на территории Одинцовского городского округа. Поздравляю всех с юбилеем. Это замечательный коллектив, это творческий коллектив, который заявляет себя всегда на всех конкурсах, не только в нашем округе, но и в Московской области и всероссийских конкурсах, где талантливые педагоги. Александра Серк – ученица 10-го класса, отличница. Она активно участвует в жизни школы и мечтает после получения высшего образования вернуться в родную школу, стать преподавателем биологии и химии. У нас есть театр иностранной песни. Это прекрасный театр. Мы там не только практикуем английский язык, но и другие языки. Поем, танцуем. Один спектакль, в котором я участвовала, была «Снежка». Я была главной героиней. Этот спектакль получил много-много всяких наград. Вот. Недавно мы получили российскую награду и заняли первое место на конкурсе со спектаклем «12 месяцев». Преподаватель английского языка Оксана Шкардун, которая не только ставит эти спектакли, но и шьет костюмы к ним и готовит реквизит, работает здесь уже 25 лет. Она не только выпускница этой школы, но и представитель семейной династии учителей. Я окончила школу в 1992 году, в далеком уже. Поступила на факультет иностранных языков в университет, что было по тем временам вообще очень тяжело. Но после нашей обычной школы мне это удалось очень даже здорово. И работаю с некоторыми учителями, которые у меня преподавали. В холле школы организовали выставку, где на старой школьной парте лежит дневник Оксаны Шкардон за седьмой класс. В нем стоят оценки ее нынешних коллег. В 42 года у нас есть человек, который трудится здесь. Она учитель начальных классов. И вот у нее очень красивый класс, она от него не отступает. Видите, вот здесь парта. Это не ретро-парта для нашей школы. Это парта, за которыми до сих пор учатся дети. У нас родители, которые приходят и приводят своих детей уже к своему первому учителю своих детей, они говорят, вот это моя парта, я за ней сидела, теперь сидит и мой ребенок. Здесь же организована галерея Ларисы Лазутиной, советской и российской лыжницы, пятикратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира. Помимо фотографий, здесь представлены кубки и награды из личной коллекции Ларисы Евгеньевны. И даже две пары лыж, участвовавших в соревнованиях. Это самое главное торжественное место, где проводятся линейки. Здесь почетный караул стоит в преддверии 9 мая. Здесь у нас стоят ребята, которые одевают вашу палатку, берет десантный или фуражку офицерскую. Торжественная часть праздника прошла в актовом зале. Здесь лучшим педагогам вручили награды, грамоты и благодарственные письма. А в завершении праздника на сцену вышел весь коллектив школы. Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».